4 февраля считается Всемирным днём борьбы с раковыми заболеваниями. Ежегодно в России выявляют более полумиллиона случаев онкозаболеваний. Историю, в которой оказался человек сильнее недуга, расскажет наша коллега Елизавета Кабанова. Диагноз онкология для многих звучит как смертный приговор. Да, рак действительно тяжёлое заболевание, но его можно вылечить, и таких примеров много. Летом 2014 года, отдыхая со своими детьми, Елена Кислякова обнаружила на теле уплотнение и сразу заподозрила неладное. Приехали, когда уже в Наринмар, тогда сходила в больницу. У нас онколога на тот момент ещё не было. Сходила к врачу, соответственно, к гинекологу, поскольку грудь тоже гинекологи смотрят. Сказали, да, что-то есть, и отправили меня в больницу, в Архангельскую, для того, чтобы пройти обследование. После первого обследования ничего не было понятно. Но когда Елена Кислякова приехала уже осенью во второй раз, то врачи поставили ей диагноз – рак второй стадии. Сначала пациентку отправили в Архангельск, но на тот момент в клинике не было лицензии на проведение восстановительных операций. Поэтому выбор пал на НИИ имени Петрова в Санкт-Петербурге. 15 января 2015 года ей сделали операцию по удалению опухоли. Первый курс химиотерапии Елена Кислякова проходила в Санкт-Петербурге. Остальные были сделаны в Наринмаре на базе окрушной больницы. Кстати, у меня, ну, бывает, спрашиваю, вот мне звонил кто-то и говорил, что боюсь. Мне вот сказали, что вот в Наринмаре нужно делать химию. Ну, ничего страшного. Химия – это на самом деле не что-то там ужасное, что-то страшное. Это, да, тяжелые лекарства, от которых бывают тяжелые последствия, но их вводят, как правило, внутривенно. То есть это обыкновенная капельница. Вы приходите, ложитесь на несколько часов, ложитесь, вам делают капельницу, она несколько часов капает. Ну, собственно, ничего такого страшного нет. По словам Елены Кисляковой, неприятные последствия есть не от всех курсов химиотерапии. В августе 2015 года у нее был еще один курс лечения, который прошел намного легче, чем предыдущий. Как признается Елена Кислякова, после первого курса у нее выпадали волосы. Но они также быстро отросли и стали даже лучшего качества. А вот со шнотой она боролась особым способом. Я, например, в дни после того, как сделают химиотерапию, я лежала там 2-3 дня, старалась не вставать, холодненькое нужно. Например, очень рекомендуют лимончик заморозить, долечки лимончика, и вот сосать. Оно и кисленькое, и холодненькое, и оно помогает. То есть, ну, есть способы, чтобы уменьшить вот эти вот все последствия, уменьшить. Ничего страшного в этом нет. Химиотерапия – это одна из основных методик лечения раковых заболеваний. Более того, перед тем, как назначить курс лечения, врачи делают специальный анализ, который показывает, на что конкретно реагирует опухоль, и уже на основе этого назначают препараты по специальным схемам и дозировкой. После химиотерапии Елена Кислякова прошла облучение, но, по ее словам, перенесла это очень легко и без тяжелых ощущений. Ну и таким образом, вот если в январе мне сделали операцию, то к концу августа вот у меня вот это вот все тяжелое уже закончилось, и уже у меня появились волосы к тому времени. И с сентября я начала еще принимать таблетки, которые необходимы после такой операции, при таком заболевании в течение пяти лет. Вот в прошлом сентябре у меня закончился и этот уже курс. Курс лечения и восстановления у Елены Кисляковой занял восемь месяцев. Таблетки раз в день, по ее словам, не были чем-то тяжелым. В тот год она также продолжала работать. Единственное, провела на больничном 50% времени. В период лечения в Санкт-Петербурге она созванивалась с коллегами и получала необходимую информацию по почте. По ее словам, работодатель должен входить в положение своего сотрудника. Можно было просто не работать. Можно было все это время сидеть на больничном. Но зачем, если я могу работать? И когда ты в коллективе, когда ты думаешь о чем-то кроме своей болезни, это гораздо проще, гораздо легче все это переносится. Поэтому даже вот я бы посоветовала людям, если у вас не нужно думать, что я бедненькая, мне тяжело. Нет, ничего страшного. Вот чем позитивнее смотреть на это, тем легче это все проходит. Елена Кислякова признается, ей было тяжело только в самом начале, как только она узнала. После приезда в больницу и увидев вокруг себя обычных людей, которые улыбаются и заботятся друг о друге, весь страх улетучился. Рак – действительно тяжелое заболевание, но в последнее время его стали выявлять на ранних стадиях, что позволяет не только сохранить жизнь пациенту, но и максимально быстро вылечиться и продолжить жить дальше.